Одна из моих версий кыргызских бурсоков. 700 грамм просеянной муки, обязательно от ненужных примесей, почти чайная ложка соли. На этот раз я буду делать не сладкие бурсоки. Майонез 3 столовые ложки. Я не знаю, почти привыкла делать на глаз, но где-то 170 граммов это будет. Одна столовая ложка сахара. Я буду в этот раз делать своеобразную мини-опару. Одно яйцо. Теплая вода. 150 миллиграмм. В теплую воду добавляем одну ложку сахара. В эту же воду добавим одну чайную ложку дрожжей. И немножко добавим муки. Примерно 2 столовые ложки. И тщательно перемешаем. И оставим немножко на минут 5-7 до поднятия. Это очень хорошее средство для того, чтобы проверить ваши дрожжи. У меня дрожжи прекрасные. И все же я это делаю в этот раз так, потому что я буду добавлять майонез и яйцо. А в муке делаем лунку. Когда вы делаете лунку, я делаю так. Я отставляю несколько ложек от объема всегда. Для чего? Для того, чтобы ваше тесто получилось прекрасным, надо регулировать. В этот раз тесто должно быть очень мягким. Давайте начинать. Мои дружи покрылись шапочкой. Теперь вводим. Заливаем в лунку их. И начинаем потихоньку замешивать тесто по часовой стрелке. Вот таким образом. Теперь чуть-чуть болтайте яйцо. И можете его тоже вводить в муку. И снова размешивайте тесто. Теперь можете добавить майонез в муку. И дальше размешивайте тесто. Вмесите ваше тесто на рабочий стол. И начинайте замешивать тесто. Тесто вы должны вымешивать не менее 10-12 минут. Теперь, почти вы, когда собрали тесто, добавляете неполную чайную ложку соли. И вымешивайте тесто. Если совсем считаете, что нужно добавить муку, добавляйте осторожно. Тесто должно оставаться очень мягким. Вот посмотрите, оно почти не липнет к рукам. Оно почти собралось. Что вы делаете? Вы собираете его, натягиваете в кол. И ставите отдыхать, как я говорила, на час. Прикрываете крышкой и ставите в теплое место. Достали тесто из чаши. Оно великолепное. Оно мягкое, нежное. Разрежем его на удобные части, чтобы возможно было раскатать. Когда вы будете раскатывать, пожалуйста, муку употребляйте минимально. Посмотрите, какое оно получилось в разрезе. Оно пористое, нежное. Очень красивое тесто. Для начала мы снова поработаем с тестом. Мы вот эту вот влажную часть оставим в середине. И сформируем форму шарика. Потом вот так работаем немножко руками, чтобы тесто было эластичное. И поставьте его еще минут на 20 отдыхать на доску. Смазанную слегка, слегка мукой. Как я сказала, с мукой теперь работайте аккуратно. Только по мере необходимости. Сверху накройте чем-нибудь от пересыхания. Полиэтиленом, например. Посмотрите, какое великолепное тесто получилось. С тестом надо, на самом деле, немножко разговаривать. Немножко его хвалить. И тогда оно вам, безусловно, ответит тем же. Вот последний кусочек. И пусть постоит не менее 20 минут. Мои дорогие, укрыли и оставили. 20 минут. Даже лучше, чуть-чуть больше. Скрываем ваше тесто. Оно, видите, как поднялось. Оно липковатое. Но ничего. Бережно его доставайте. И слегка подпылите стол мукой. Ну, просто слегка. И давайте раскатывать тесто. Делайте это вот так. Можно делать это и руками. Но лучше раскатать. Потому что тесто у вас должно быть раскатано равномерно. Как-то так, мои дорогие. Но не очень много муки. Подсыпайте ее минимально. Чувствуете, что раскатывается тесто? Не подсыпайте муки. Главное, внизу подсыпать. А сверху можно почти не подсыпать. Как-то так. Не очень толсто. 5-7 миллиметров. Теперь ваше тесто разрежете ножом. И можете выставить на доску. Разрежете. У меня вот такой фигурный нож. Разрежете на удобные вам брусочки. У меня немножко тесто липнет. Если оно липнет, переворачивайте его. Вот так вот. Можете переворачивать. Таким образом. Липкую часть. Вот так вот. Таким образом. Это так, мои дорогие. И дайте, накройте сверху снова полиэтиленом. Пока ваше масло согревается. И или льняным каким-то полотенчиком. Чтобы они не пересохли. Масло моё согрелось. Я просто буду спускать вот таким образом масло. Часть борщ-соков. Я не буду переживать за доску. Если она закапается, это даже хорошо. Потому что за досками надо ухаживать. Время от времени натирать их маслом. Таким образом я помогаю. Жарю их. На самом деле эти борщики я посвящаю своему племяннику. Ровно 11 лет назад. Его сердце перестало биться. Мне не хватает. И нашей семье не хватает его. У нас поминальные вещи происходят. Дым идёт вверх. И существует поверье, что он может попробовать эти вещи. Он любил очень мои бурсоки. И надеюсь, что он их сегодня попробует. Мои дорогие бурсоки получаются отменные. Тесто очень нежное, вкусное. Вообще, когда майонез, вот секрет, я вам покажу, когда буду делать тесто ещё, куда я употребляю майонез. Следите за моим каналом. И я вам с вами постараюсь поделиться своими знаниями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!